приветствую подписчиков канала дикий лайф и всех кто нас будет смотреть меня зовут виталий дикий сегодня гость канала дикий лайф руслан бортник политолог руслан добрый день здравствуйте давайте обратим внимание на ключевое событие и в общем то резонансные темы хотел бы начать с интервью патрушева секретаря совета национальной безопасности российской федерации как говорят это правая рука путина он дал интервью российской газете где достаточно в желчной форме высказал свое мнение в американцев сказал что в свое время россия помогала не развалится сша в гражданскую войну и также говорил о том что второй раз россия помогать не будет америке сохранится вообще о чем идет речь что он имеет ввиду очень интересный пассаж конечно с такой если упростить его до первого базового месседжа это то что америка россии должна соответственно также как европа должна за освобождение от нацизма так и америка должна турция должна там другие страны должны все каждый по-своему и соответственно америка даже с этой точки зрения обязана проводить по россии относительно россии другую политику может быть ту политику о которой говорит трамп вчера трамп выступал на очередном митинге и говорил о том что вот россия китай вот си цзиньпин мудрый человек и россия и китай объединились они ведут противостояние против сша и случилось самое худшее что могло случиться как бы я бы эту проблему решил бы я бы не допустил бы я бы договорился на это намекает и патрушев он скорее всего намекает на то что возможно новое восхождение трампа и россия не то что не будет поддерживать байдена будет способствовать и работать на усиление этого внутреннего раскола внутренней политической конкуренции внутри американского общества она сегодня тоже не очень стабильно это общество и россия таким образом еще патрушев пытается спозиционировать россию как глобальную силу как силу которая влияет на события в сша мы не просто государство которое не достигла особых успеха войне против украины условно говоря в битме в битве за ахтырку но мы государство которое сохраняет глобальную влиять влиятельность и мы будем определять и от нас зависит от того будет америка существовать будет в будущем или не буду вас то не улыбает честно говоря меня все заявления политиков улыбают вот смотрите давайте вот лучше всего иллюстрирую яркими примерами цитата рф во многом превосходит америку в духовно-нравственном и военном отношении россия терпелива и никогда никого не запугивает военным преимуществом наша страна раздражает правителей сша и европы своей научной мыслью вы заметите какой высокий слог значит коллапс ес не за горами ведущая роль на континенте исторически была отведена россии сша так и остались лоскутным идеалом которая легко может разойтись по швам плиты сша никогда не ассоциировали себя с американским народом россия минимум дважды спасала сша от распада на сей раз помогать штатам и сохранять их целостность целостность нецелесообразно более того россии есть уникальное оружие которым она способна уничтожить любого противника том числе сша в случае угрозы своему существованию где-то я уже это слышал это во времена холодной войны при советском союзе раз это набор тезисов из статьи дугина умноженных на российское имперское и советское скажем так достояние с точки зрения идеологии в целом если анализировать да это мессианство это мессианство вот такое то вот град на холме это попытка позиционировать россию как что-то абсолютно уникально глобальное как вот это исключительное уникальное государство то есть который вот иногда крепость иногда глобальное государство зависимости от исторического момента это расширение окна авертона мы смеялись но свое время этим занимался очень эффекты на жириновский который говорит о том что мы помните смеялись что мы будем сапоги еще полоскать в индийской они до и все это расширение окна вертона с одной стороны вот есть действительность действительность тяжелейшие бои потери взрывы на российских территориях и все остальное если в этой же же действительности живет общество она начинает постепенно все больше больше ставить вопроса благодаря кому это а можно ли что-то изменить а с другой стороны этому обществу которые начинают рисовать какую-то картину чтобы подменять реальную ежедневную жизнь виртуальной главы главы целями к целями глобального какого-то противостояния это уже было несколько раз было и вот в этот раз мне кажется патрушев это повторяет но это опасные вещи поверьте и жириновский и там и покойный стрима усов и эти заявления патруша многие просто вспоминаю в ряд то что они делали это опасные вещи потому что сегодня победа того или иного государства в первую очередь зависит от морального состояния общества в первую очередь а во вторую в третью от его технологического уровня талибы нам не дадут сорвать соврать или не знаю или вьетнамцы или многие или украинцы не дадут собрать потому что технологический уровень на начале войны между россией и украины был значительно разной мы же понимаем поэтому готовность жертвовать современных постмодерных обществах общества которые привыкли искать наслаждение в жизни вот эта готовность жертвовать она доминирует на уровне технологического развития и если одно общество даже более отсталой военном плане даже очень сильно отсталой военном плане как в афганистане готова больше и дольше жертвовать она победит даже самое технологически развитого государства в конечном итоге будь то советский союз или соединенные штаты америки и поэтому поэтому ключевая война современные ключевые войны идут сфере сознания общественного пока если общество мобилизировано и в этой части украина выигрывать в россии если общество высоко мобилизированное готова терпеть жертвовать его победить ну практически невозможно его даже можно оккупировать на какое-то время но победить ему нельзя потом ты все равно проиграешь я так понимаю что вот эти заявления они были более рассчитаны на внутренний рынок внутренний и на тоже какой какие-то темпы тезис трампистского движения ну и на попытку запугивания на внутренний рынок и на попытку запугивания вне европы сша каждый из этих тезисов можно разбирать то есть может ли россия уничтожить сша условно ли может но это понимает может ли сша уничтожить россию там может закопал уничтожить вместе весь мир если мы говорим о ядерном оружии загруженном на кинжалы может может только после этого и россии не останется никого не вернее остается многих стран не останется так точно в этой части вы все это прекрасно понимают это попытка перевести диалог с внутреннего кризиса тяжелой истощающей войны поражение российских войск или отсутствие успеха хотя бы что они пока на нашей территории мы должны понимать что отсутствие успеха особого перевести вот что-то вот туда забросить туда в космос эти все вещи и там позиционировать себя в качестве победителя кого-то глобального геополитического противостояния интересный факт нужно уточнить на самом деле соединенные штаты америки тратят год на военный бюджет 857 миллиардов да по моему речь шла об этом году такая именно сумма русские буквально полтора года или два года назад тратили 71 потом 82 миллиард и в этом году 143 вот раз 143 миллиарда это это все важно но сколько тратили это либо какой военный бюджет очевидно внутренняя составляющая до мобилизации в общем-то моральный дешевость войны там не знаю т-62 и т-72 я молчу т-55 стоит одни деньги а условно говоря абрам свелиопард другие деньги михи сушка одни деньги зарплата у российского военного несопоставимая зарплата у американского военного ну разве это не является стимулом в том числе кроме идеологических нарративов конечно стимул ведь катам энергии им говорил да если вы хотите чтобы народ защищал свою страну создайте такой уровень чтобы мы понимали что вы знаете я люблю другую фразу простите может быть за банальность что тяжелые времена создает сильных людей сильные времена создают хорошие сильные люди создают хорошие времена хорошие времена с отряд людей опять слабые люди создают тяжелые времена тяжелые времена создают сильных людей как бы и важно как бы я как бы это не парадоксально звучало важно найти баланс потому что слишком материально обеспеченный солдат которому доступны все радости жизни не очень хороший возможно солдат когда ему необходимо умирать за государством то есть украинский вариант когда она совсем было плохо до последнего времени до сармии он как бы сработал да да мы сегодня были ужасно говорить с точки зрения моральной мобилизационной украина безусловно победила в этой войне вот в первый год наше общество готово было больше жертвовать наша салата больше жертвовать несмотря на на техническое преимущество со стороны россии и поэтому результат этой войны таков на данный момент честно говоря вот вот эти военные перипетии они как бы по-разному воспринимаются общество потому что мы не знаю полной информации мы об этом поговорим сейчас буквально через промежуток более детально давайте все таки если мы грим внешней политики российском следе то белорусский вариант значит появление возможно ядерного оружия в беларуси это появление новой мишени для запада или добровольный заложник лукашенко до пошел на это зачем им это все намного сложнее чем кажется давайте разберемся во-первых дайте посмотрим на то что сама беларусь неоднократно действительно публично говорила обращалась к просьбе с россией разместить самолет и ракетные системы ядерное оружие на ее территории то есть мы можем да конечно сказать что это все была игра что лукашенко там с паяльником стояли над ним и требовали чтобы он такое сказал поддержал это размещение но не похоже кроме того беларусь сегодня бивалентно зависимое государство нас зависима не только от россии до россии надо зависимость в первую очередь а во вторую очередь от кого на зависим от китая где недавно был лукашенко от китая который является вторым главным торговым и технологическим партнером беларуси который построил под минском целый город специальный большой камень называют последняя поездка лукашенко в иран это как бы под покровительством китая поиск себе нового за района китая попытка балансировать между пекином и москву раньше было между москвой и брюсселем сейчас между пекином и москвой и то 2 во вторых давайте посчитаем просто банально последствия размещения фактического ядерного оружия все горят что это шантаж россии шантажируют до шантажируют но это не первая не главная цель размещения этого тактического ядерного оружия на территории беларуси это ядерное оружие скорее всего уже есть в калининграде на территории которая намного ближе к сердцу западной европы и к американским ключевым то есть это дело не меняет кардинально нет меняет военном плане скорости подлета и все остальное но кардинально нет только с военной точки зрения это размещение не имеет особого смысла но есть другие последствия этого всего во первых это ведет к увеличению военной нагрузки на украину арахамия уже заявил что нужны восемь новых бригад но венеславский уже как бы противоречил этому сказал никакой мобилизации не будет это было вчера это не означает что не нужны восемь новых бригад очевидно это возможно означает что этих восемь бригад на перебросе с другого направления почему надо перебросить возникает вопрос другого направления ведь ничего на границе не меняется да потому что современное ядерное оружие она гарантирует территориальную целостность любой страны кто ею владеет международно признанную территориальную целостность она не гарантирует не участие в войне этой стране ядерное государство постоянно воюет она не гарантирует победу этой стране в войне у ядерное государство регулярно проигрывают войны сегодня но она гарантирует то что это те территории этой страны не будет оккупирована что на нее не зайдут иностранные войска потому что они могут получить ядерный ответ вот сегодня беларусь получила гарантию территориальной целостности своей страны возможно в обмен на участие белорусской армии в войне против украины в любом случае это стабилизирует режим лукашенко и увеличивает вероятность прямого участия белорусской армии в войне ли в провокациях против украины что приводит к нашу класть к выводам что надо 8 бригад на границе новых мы же понимаем что бригада не может защитить нас от территории от ядерного оружия они должны защитить от возможно высвободившийся белорусской армии лукашенко получил гарантию в обмен на что возникает вопрос только на военные поставки для тренировок тренировку и напрямую в отмен на прямое вступление в войну против украины и финальное хочу сказать мы не знаем ответ на этотилип раз и финальный я хочу сказать в этой части в конвенциальном плане за российское сухопутной армия продемонстрировала свою низкую эффективность мы нельзя нельзя сказать что она совсем не тут пока она нашей территории подарясь предместрирует низкой эффективность мифа второй армии армии который может сделать что угодно, он в Украине разгромлен сегодня. И возникает вопрос, как Россия может гарантировать безопасность своих союзников. И размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси это новая модель работы России со своими союзниками. Россия не может гарантировать безопасность сегодня, условно говоря, Беларуси, или Армении, или Таджикистана, или Казахстана. То есть возьмите оружие и попробуйте защитить себя сам. Да, но мы готовы. Если вы с нами будете работать, мы готовы разместить тактическое ядерное оружие на вашей территории, что гарантирует вашу безопасность. Поэтому, возможно, это тактическое ядерное оружие будет появляться в других странах. Это до начала этого процесса. И я говорю не только о странах постсоветского пространства, а о других возможных союзниках России, где-нибудь в Латинской Америке, на Ближнем Востоке или где-то еще. То есть все это может привести к мировой войне? Что будет, если тактическое ядерное оружие, давайте еще с вами поиграем один вариант, который мы сегодня играли, появится российское на территории Ирана. То есть не Иран создаст свое оружие, а российское оружие появится на территории Ирана. Но это развяжет руки, я думаю, НАТО. Ирану? Для того, чтобы дорушить присутствие США на Ближнем Востоке. США ключевой партнер на Ближнем Востоке кто? Израиль. Все остальные американские партнеры Саудовской Аравии, ОАЭ, сегодня уже смотрят в сторону Китая активно. То есть это приведет к тектоническим изменениям на Ближнем Востоке. Если так случится, что означает потеря Ближнего Востока для США? Энергетический кризис. Это уже случалось в истории. Если США потеряют доступ к нефти и ресурсам энергетическим Ближнего Востока, это уже случалось в 70-е годы, это означает серьезный энергетический кризис. Большая политическая игра, в которую, вероятно, втянут и Китай. Вот вы говорите о том, что Беларусь давно хотела иметь ядерное оружие. Но я напомню, с 1994 года президентом Беларуси является Лукашенко. И напомню также, что Беларусь, как и Украина, отказалась от потенциала ядерного. А у нее был, если у Украины, по-моему, был третий или второй, то у нее был восьмой. Восьмой потенциал Беларуси был. Второй, третий был у Казахстана, насколько я помню. Ну, если брать наши страны в этой части. Дело в том, что на территории Беларуси было около 20 объектов, связанных с размещением советского ядерного оружия. И поэтому, кстати, звучат сроки, это какое быстрое восстановление, быстрое возобновление этого оружия на территории Беларуси. Там до 1 июля хранилища обещают построить. Потому что, скорее всего, речь идет о восстановлении просто советских объектов. В этих хранилищах ядерного оружия невозможно построить так быстро, до 1 июля. Ситуация геополитическая поменялась. Давайте будем честно говорить. А хотели бы мы иметь сегодня ядерный статус? Вот проснуться завтра в государстве, которое имеет ядерное оружие. Я думаю, если спросить у украинцев на референдуме, получим процентов 80 за. Поменялась ситуация. Снова ядерное оружие, и только, как показывает российское отражение в Украину, ядерное оружие является безусловной гарантией территориальной целостности. Все остальные гарантии, они условные. Они работают только в определенной политической конструкции. Что Кравчук и Кучма не понимали, когда они делали это? Они тогда не понимали, они жили в другом мире. Я вообще считаю это стратегически. Я много раз об этом говорил. Это преступление? И в ваших эфирах, на каналах. Я говорил, что это стратегическая ошибка с точки зрения будущего нашей страны. Необходимо было сохранять ядерное оружие, хотя бы в его авиационном компоненте, тактическом компоненте, для которого не нужны пульты управления и черные чемоданчики. Согласен с вами. Вот маленькая ремарка. Я буквально случайно попал на интервью. Такой был министр экологии в свое время Юрий Костенко. Помните, он был, по-моему, в народном руке Украины. Он очень терся хорошо с Кравчуком, хоть тут и коммунистом был в свое время, но так сложилось, что вот эта вся плеяда... А все они бывшие коммунисты. Да, да. Это правда, кстати. Это правда. Так вот он в своем интервью говорит, когда был министром, разговаривал с Кравчуком, и зашла речь о том, что нужно избавиться от ядерного оружия, и он говорил по определенным сегментам, что мы можем поставить условия нашим западным партнерам, мы избавляемся, но вы нам переводите деньги за это. То есть он спросил Кравчук у Костенко, о какой сумме может идти речь. И Костенко говорит, около до первого этапа 10 миллиардов долларов. На что Кравчук очень удивленно улыбнулся и сказал, ты веришь, что нам таких грошек кто-то сдаст? Это просто для того, чтобы мы задумались, какими масштабами думали на то время правителями. Да, какими мелкими. Мелкими какими, да? За первый год войны мы получили где-то 130 миллиардов. Ну, конечно, это другие деньги, инфляция, но все равно сумма намного больше. Кстати, это интервью находится в сети Ютуба, можете посмотреть. Давайте честно сказать, продали ядерное оружие украинское за признание со стороны Запада и России. Абсолютно правильно. Это реальная картина. Да, потому что этот процесс же не был в один день проходил, он проходил несколько, два президента и много лет. Но таковы были условия, очень давили на украинское политическое руководство. Я читал недавно воспоминания Горбулина, очень советую. Как бы, ну, понятна ситуация. Не пхнем было сопротивляться. Но настолько хотелось войти в этот мир, как бы быть признанным, что вот этого воли к сопротивлению не хватало. Но мы не будем об этом говорить. Это прошлое мы изменить не можем. Но мы можем изменить будущее. В будущем, я уверен, что любые гарантии, реальные гарантии безопасности для Украины должны предусматривать или прямые гарантии, в том числе ядерные, от ядерного государства, безусловные прямые договора международного, или размещение на территории Украины тактического ядерного оружия других стран, или восстановление ядерного статуса самой у страны. Технология есть, просто очень дорого, и мы не сможем ее реализовать в условиях, например, международного давления. То есть надо понимать, что мы должны согласовать это с миром, вот таков наш статус. В конце концов, есть страны, которые таким образом обрели ядерное оружие. Израиль, Пакистан. И мы их практически подарили. А перед войной, кстати, Руслан, я напомню, Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил о том, что при большом желании через 7-8 месяцев мы будем... И Россия, кстати, использовала эту ритуцию. Да, да, да. Для вторжения в Украину. Многие говорят о том, что не стоило было делать заявление Зеленскому. Президент не так сказал. Президент сказал, что мы тогда тоже пересмотрим свои обязательства в рамках Будапештского меморандума. Он не говорил о восстановлении ядерного оружия. Там нет таких слов. То есть он сказал, что мы просто пересмотрим, что трактовалось дальше уже по-другому. Да, но это как бы россияне использовали как серьезный аргумент. Да, для вторжения. Да, чтобы оправдать свое вторжение. Хотя мы прекрасно понимаем, что если бы Украина была ядерным государством, то не только Украина сегодня эту ситуацию имеет. Сейчас я вам добавлю еще сюда. Но сегодня ракеты, которые США помогало вывозить из Украины в Россию, они же наставили на передачу этого арсенала в Россию, они сегодня наценили на американские города. То есть это была ошибка всех политиков в тот момент. Зеленский дал интервью Associated Press, это агентство Соединенных Штатов Америки, и определенные тезисы. Он сказал, что если Украина не выиграет затяжную битву в Бахмуте, Россия может начать заручаться международной поддержкой, сделки, которая может потребовать от Украины неприемлемые компромиссы. Но это понятно. То есть он нам дал сориентироваться, мол, если проиграем битву, тогда мы должны будем идти на какой-то переговорный процесс. И, кстати, мне кажется, что в какой-то степени он будет опираться на общество Зеленский, чтобы оправдать эти действия. Или я преувеличиваю? Очень опасна именно вот эта политическая игра вокруг Бахмута. Ну, смотрите, по такой логике, это же не случилось после потери Солидара, или Лещанска в Север-Ленинском, правда же? Для чего накручивать именно политическую часть битвы за этот город? Это важный город, это наша территория. Но сегодня под российской оккупацией находятся тысячи украинских городов и сел. Правда же? Для чего это делать? Делать с Бахмута какой-то Рубикон, для того, чтобы перестраивать, перезагружать политическую систему, перезагружать политическую деятельность. Для того, чтобы идти на какие-то... Мы помним, Миловайск, это одни минские соглашения, потом Дебальцево, аэропорт сначала, бои, тоже очень символический донецкий аэропорт. Вторые минские соглашения, фактически окружение Мариуполя. Это была попытка тоже запустить мирные переговоры. Как бы все эти истории помним. Мне кажется, что эта история вокруг Бахмута, несмотря на тяжелейшие потери, несмотря на то, что там происходит сегодня, это прежде всего политическая история. Конечно, да. И об этом говорят эксперты, что это имеет более политическое значение. И сегодня президента и военное руководство, скорее всего, часть этого военного руководства, и западные партнеры постоянно подталкивают, мне кажется, давят на президента, говорят, а вы подумайте, а столь ли обороняться в полуокружении, а потери огромные, а ресурсов съедает огромные. Если сначала, если вы внимательно отслеживаете эту битву, то там месяц-два назад, мы видели, какая техника применяется и гибнет в боях солдаты, то сегодня мы видим, что вот я сегодня, вчера смотрю видео, последние поставки под Бахмутом замеченной техники, самая современная бронетехника западная, вся она там тоже гибнет, тратятся ресурсы, которые должны были бы, наверное, были подготовлены для контрнаступления. И об этом говорят, и президент вот таким образом пытается ответить на этот вопрос. Хотя я уверен, что с точки зрения военной, Бахмут, там, не знаю, Авдеевка, даже Славянск-Краматорск, ничего не меняют. Даже Запорожье ничего не меняет. К сожалению, с обратной стороны работает это так же. То есть даже если мы возьмем Мелитополь, Бердянск, или даже Мириуполь, скорее всего, это тоже ничего не меняет. Война просто будет продолжаться. Славян, но дело в том, что, извините, что перебиваю, но Зеленский уточнил, он сказал, если пойдет Бахмут, то Путин продаст эту победу Западу, своему обществу, Китаю, Ирану. Да, Россия таким образом будет пытаться оказывать давление, не надо было накручивать Бахмут так сильно. Надо было говорить о боях в политическом плане, символизировать его не надо было так сильно. Потому что это будет символическая победа. Российская общество будет начнет больше верить в победу, активнее записываться в вооруженные силы. Китай, Иран, нейтральные игроки скажут, так, смотри, так, Украина не выигрывает. Так что она хочет? И требования ее, 10 пунктов мирного плана Зеленского, они неадекватны, потому что они не выиграют войну. А мирный план Зеленского предусматривает фактически выигрыш в войне или ситуацию выигрыша, полувыигрыша в войне. Это будет иметь политические последствия. С этой точки зрения президент прав. Очень опасно работаем с этим символизмом. Нам сначала надо было говорить, Бахмут важный город, украинский город, но после него ничего не поменяется. И не позволит России получить символическую политическую победу. Простите, тогда у меня возникает вопрос, я требую от вас объяснение, как вы это видите. Значит, семимесячная защита Бахмута и вся эта история, она выглядит как политический сегмент, но не как тактический, для украинской власти. Зачем мы на это идем? Я не хочу на этот вопрос отвечать. Я считаю, это ошибка. Нам надо говорить, что все города и села важны, но нельзя символизировать ни одно из них. Потому что потом будет аэропорт, потом будет Дебальцево, потом будет неприятная Мариуполь, потом будут неприятные символические, политические поражения, если что-то не получится. И нам надо символизировать то, что мы уверены, что мы освободим. Слово говоря, говорить постоянно сейчас о битве за Энергодар. Если мы уверены, что мы его освободим, накручивать эту тему и потом эту победу продавать тому же Китаю, Ирану, своему народу. Да, больше вопросов, чем ответов. Есть ответы, но они будут сложно понятны нашей аудитории. Нет, но ваш ответ я принимаю, я понимаю его и каким-то образом даже разделяю. Но с другой стороны, вот в этом интервью Зеленский коснулся темы возможной непомощи США, если что-то изменится. И он сказал, что мы эту битву проиграем. Ну, я так понимаю, что... Есть и Трамп... Да, а почему он об этом начал говорить? Почему? Может быть, на... Такое впечатление, что в офисе президента или президент начинает переосмысливать то, что происходит, с одной стороны. А с другой стороны, возможно, через такой подход он пытается оказать давление на западных наших союзников с целью получения больше помощи. Смотрите, мы проигрываем или можем проиграть. Дайте больше сейчас. Потому что если проиграем мы, вы проиграете тоже. А сегодня... Ну вот, кстати, советник... Там есть интересное, кстати, его продолжение о том, что украинский народ, там общество начнет больше тоже на меня давить. Да, 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 он об этом тоже говорит. Ну, мне кажется, что это вообще странный такой подход в этой части, что... Это перекладывание ответственности. То есть, таким образом, как бы человек хочет и дает нам понять, что, мол, он не сам должен будет это делать, а общественность будет давить. Будь с народом и будешь на гребне. Сегодня украинское общество требует освобождения оккупированных территорий. Президент находится на этом гребне, он транслирует интересы общества. Если когда-то через годы интересы поменяются, просто будь с народом. Не надо его ломать, не надо его принуждать. Выражай интересы общества. Общество для тебя, для этого тебя избрало. Не будет у тебя никаких проблем. Этого не стоит бояться. Ты должен профессионально работать с общественным мнением. Тебя для этого избрали, чтобы ты представлял общество, реализовывал его чаяния. Это не страшно, ни плохо, ни хорошо. Правильно ли я понял? Я просто озвучу, а вы можете даже однозначно сказать, да или нет. То есть Зеленский в интервью заявил, что если Бахмут все-таки падет, то общество внутри страны будет подталкивать его компромиссу с Путиным. Таким образом, виноватым во всех этих процессах может остаться общество. Я правильно понимаю? Которое на него якобы будут давить. Или армия, или наши западные партнеры. Да, то есть главный зрадник в этой схеме это общество, которое будет его подталкивать. И будут заставлять президента подписывать новые Минские соглашения. Ну что, это тоже схема от ответственности выйти? Да, каким-то образом? Но тут такая история. Вот мы говорим относительно США и возможности непомощи в связи с изменением политической ситуации, там, выборами, 24-й год. Так вот, кстати, Трамп... У нас две сейчас проблемы в этом плане. Два неприезда. Неприезд Си Цзиньпин и Маккарти, спикер Нижней Палаты, религер республиканцев в Нижней Палате США. Два приглашения открытых, и мы две эти проблемы в геополитическом плане не можем решить. Позиция Китая и позиция республиканцев. Ну, а насколько я знаю, Маккарти, о котором вы говорили, он же отказался приезжать. Да, да. В Киеве он сказал, что у него есть внутренние дела. Си Цзиньпин пока, насколько я понимаю, четко, это нет. Китай отказывается, когда молчит. Я вот, как человек, который я спрятался много с китайцами, молчания это нет. Очевидно. Ну, вот относительно США и то, что нам, если там что-то изменится, нам не будут помогать. Подоляк, есть такой советник главы Офиса президента. Вы знаете, что уже появилась реакция международного сообщества европейского. Я дальше об этом буду говорить. Он прокомментировал заявление ряда европейских стран об усталости от войны и санкции. Он сказал, что украинцы тоже устали. Украины нет выбора. Если у Украины нет выбора, то и у вас не будет выбора. Мол, поднимайтесь с колен и помогайте Украине. Правильная была реакция или нет? Ну, Подоляк как раз играет постоянно такого злого полицейского в команде власти. Но логика правильная. Смотрите, мы же понимаем, что целью России была не Украина. Уже так говорил и буду повторяться еще раз. Россия, оккупируя Украину или сменив власть в Украине, пыталась создать кризис безопасности в Европе. Испугать Венгрию, Польшу, страны Балтии, Молдову, Румынию, другие страны, чтобы они поняли, что они беззащитны, так же, как Украина. Чтобы не бросились в Кремль договариваться о своих гарантиях безопасности и работы элит. Понимаете? А через этот испуг Европы принудить США к разделе, новому разделу сферы влияния. И поэтому в этой части Подоляк, конечно, если Украина проиграет, кризис безопасности будет в Европе и вся архитектура западного мира начнет рушиться. Заявление Подоляка, оно же как бы не на пустом месте возникло. Вот ранее премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий сказал, что в Евросоюзе уже наблюдается серьезная усталость от санкций. Далее, президент Словакии Чапутова заявила, что поддержка Украины Словакии истекает и материально, и морально. Ну и новый президент Чехии Петер Павел заявил об источении людских ресурсов и техники в ее стране, усталости стран, оказывающих помощь и так далее, и так далее. То есть, у них типа якобы другие есть дела, на которых они хотели бы сосредоточиться. Павел, кстати, более смелее сказал, чем все остальные. Усталость безусловно есть. Уже больше года войны, но наличие этой усталости не означает то, что они откажутся от помощи Украине или прекратят сражаться на украинской стороне. Абсолютно не означает. Просто есть усталость внутри общества, они ее тоже транслируют для того, чтобы нравиться и тем, и той части общества. Они также транслируют это для того, чтобы, мне кажется, иногда Украина не ставила какие-то завышенные ожидания. то есть немножечко одергивают нас, охлаждают, если мы там говорим, а дайте нам там еще 100 тысяч танков и мы дойдем до Урала. Они нам говорят, ну, мы не можем, мы устали, у нас не хватит денег, там не хватит ресурсов на это. И вот нас как бы по чуть-чуть в этой части тоже постоянно одергают. Ну, и играют на своих скептиков внутри общества. В то же время у Европы сегодня нет ситуации, как выйти из нынешней ситуации без потерь. Россия сохраняет свои геополитические амбиции, она не отказалась ни от одной своих целей. И европейские страны прекрасно понимают, что устал, не устал, а идти надо дальше сегодня. Мы видели заявление Остина и других военных чиновников о том, что украинское контрнаступление поменяет ситуацию, заставит Кремль вести переговоры. Европа понимает, что устал, не устал, но если эта война будет проиграна, то усталость сменится на кризис. На абсолютно другую ситуацию. Конечно, Европа страдает. Я путешествую, несколько раз выезжал, встречался с коллегами за границу, и даже этот банковский кризис, который сегодня, в Европу больше всего беспокоит банковский кризис. В любую страну Европы приезжай, и там, если говорят о кризисе, не говорят о кризисе, а об Украино-Российской войне, говорят о том, насколько упали цены на банковские бумаги. Европа уже понесла убытков на сотни миллиардов евро из-за падения цен на акции, на бумаги, на фондовых рынках, на банковские бумаги. Это тоже в Европе называют последствием этой войны. Последствием этой войны. Потому что российские деньги, белые, серые, черные, которые раньше функционировали в этой европейской системе, были очень важной ее частью. Они ее стабилизировали, они ее насыщали. Сейчас это поток российских денег, а речь снова же таки идет о сотнях миллиардов евро, только замороженных 300 миллиардов, а еще и серые, черные российские деньги. Сейчас этого потока денег российских олигархов у государства нет. Из-за этого банковская система европейская переживает, в том числе и из-за этого. COVID и все остальное тоже сыграли важнейшую роль. Но в том числе и из-за этого она переживает кризис ликвидности в наших глазах. И в Европе страшно бояться этого. Потому что с одной стороны если напечатать больше денег, евро, инфляция и так уже на пороге, она на пике находится. Напечатать больше денег будет неконтролируемая инфляция, которая невозможно будет удержать эту инфляцию. Не давая денег, банки начнут рушиться. Многие банки просто прекратят существование, банки, которые существуют сотни лет, которые являются символами европейской стабильности, несмотря на две мировые войны и всего остального. В Европе этого сегодня больше всего боятся. И экономического кризиса. И да, там есть усталость. Но и выхода нет. Этот выход мог бы предложить на самом деле только Китай. Только Китай мог бы гарантировать, обуздать российские геополитические амбиции, каким-то образом договориться с Россией. Китай мог бы гарантировать соблюдение гарантии безопасности и восстановления Украины. И Китай мог бы гарантировать сохранение соуправления Европой вместе с США. Простите, но вот относительно военного конфликта на Украине, войны. Китай высказал свой как бы взгляд и соответственно говорил о мирном плане. Россия как бы его поддержала. Но вся международное сообщество, Европа, США, в том числе и Украина, сказали, что мирный план на условиях Российской Федерации неприемлем для нас. Значит, это был фальстарт. Но Украина так не говорила. Ну, дали понять. Но украинский президент... Вы говорите о Подоляке. Подоляк злой полицейский, я же вам говорил. Украинский президент сказал, что там интересные вещи... Козлой полицейский как раз выражает мнение, которое очевидно актуально. Смотрите, президент тут лично характеризировал. Он сказал, что там есть полезные вещи, которые можем рассмотреть. Он президент очень мягко, толерантно, не обрывая никакую связь, высказался об этом плане. Выступил в роли доброго полицейского. Так может, тогда подалеку нужно меньше говорить, чтобы... Нет, он играет просто свою важную роль. Это высокая ставка. Есть высокая ставка, и есть ставка, с которой можем начинать торги. Она более ниже. Вы знаете, вы меня удивили, честно говоря. Вот это вот то, что говорит вам злой полицейский, а-ля, оно как-то больше хавается пиплом, чем то, что говорит президент. Ну это правда. Мне так показалось. Да, сегодня да. Но ведь это же неправильно. Но есть политика мобилизации, а есть реал политик. Вот президент сегодня в реал политик находится, а многие его спикеры умышленно находятся в политике мобилизации. Это тоже нужно, потому что если у нас будет низкая мобилизация, мы проиграем эту войну, не с кем будет договариваться. Нас просто не будет на этой карте, понимаете? Поэтому тут все важно. Тут все играют определенную важную роль. Арестович одну, Подоляк другую, президент третью, все и так далее. Ермак четвертую. У каждого есть своя роль. Китай сегодня сколачивает международную коалицию в поддержку своих мирных инициатив. Потом эта международная коалиция, сегодня мы видим с больших стран, Турция, Бразилия, Россия ситуативно поддержала. Начало диалога в отношении этих мирных предложений. Потом эта большая коалиция, возможно, в рамках G20, Брикс Шоссе, начнет писать мирный план. И нам очень важно оказаться за столом, где пишется этот мирный план. Потому что даже если мы его будем отвергать, и США будет отвергать этот мирный план в будущем, само позиционирование будет очень токсичным для нас. Вот Китай и полмира или большая часть мира если по численности населения за мир для того, чтобы остановить войну. А мы что против? Знаете? Байден сказал, что все решения будут приниматься только при участии Украины. По крайней мере, такая версия с ОП, и Зеленский об этом явно говорил. Но с другой стороны, когда вы описываете эту картину, у меня складывается впечатление, что многое порешают за нас. Без нас это не способен Китай тоже сделать. И без США не способен сделать. Все решения будут формализироваться при участии Украины. Мы же понимаем, что те решения, которые потом подписываются, они на самом деле принимаются раньше, за кулисами. То есть, а без Украины невозможно их формализовать и тем более реализовать эти решения. А вот глубина нашего участия непосредственно в процессе принятия этого решения за кулисами, она динамична. Она зависит от нашей позиции, от мудрости нашей дипломатии, от мудрости наших политиков. Мы видим, что Украина сейчас сколачивает другую коалицию, коалицию по трибуналу, по международному трибуналу, над Россией. Это другая игра. Но США отказались, они сказали, что они в этом участвовать не будут. Они не отказались, они сказали, что мы поддерживаем модель Украинского национального суда при международном участии. Они сказали, что это внутренние судебные дела Украины. Они сказали, что они поддерживают модель, при которой это будет Украинский суд с международным участием. Это суд, который, скорее всего, будет создан украинским отдельным законом. Но там могут быть международные прокуроры, судьи, адвокаты. И более того, решение этого суда будет имплементировано, реализовано на международных платформах. Будет реализовано в юрисдикциях тех стран, которые подпишут эти соглашения. Можно я внесу точность? Во время конференции в Вашингтоне посол по вопросам глобального уголовного правосудия Госдепа Бен Банскаак заявил, что Госдеп поддерживает создание гибридного специального трибунала в рамках судебной системы Украины, но с привлечением международных специалистов. О чем бы сказали? То, что я о чем говорил. Спасибо за уточнение. То есть это такой гаахский или нидерландский сценарий. Это как бы тут ничего такого страшного нет. США не хотят создавать международный суд отдельный, как там Нюрнбергский трибунал, или не хотят создавать суд при международной организации, опасаясь того, что Россия и Китай начнут использовать эти институции для того, чтобы осуждать действия США в других случаях, на территории других стран. Помним, Международный уголовный суд в свое время пытался преследовать американских военнослужащих за их действия в Афганистане. Тот же Международный уголовный суд, который выдал ордер на сегодня на Путина. Мы провели здесь, мне кажется, очень хорошую информационную контратаку с приглашением Си Цзиньпина в Украину. Руслан, а скажите, пожалуйста, насколько я понимаю, приглашение есть, но с другой стороны, китайская сторона, она же как бы молчит, то есть не соглашается, а что можно делать для того, чтобы их привлечь? Что может быть интересным для того, чтобы Си Цзиньпин отреагировал? Мы же ждали звонка, а звонка так и не состоялась. Прежде всего, показать, что мы самостоятельно принимаем решения, способны принимать самостоятельные решения даже без участия наших партнеров. Но мы этого пока не сможем сделать. Ну или частично сможем сделать. Зона для маневра и суверенитета у нас есть. Из-за популярности Владимира Зеленского за рубежом в Европе и в США, личной популярности, многие решения он способен продавливать даже в политических системах Европы и США. Но захочет ли он играть эту игру? Смотрите, дело не в том, чтобы цель была этого приглашения, не в том, чтобы Си Цзиньпин приехал. Украин прекрасно понимает, что Си Цзиньпин не приедет. Цель этого была с одной стороны возможно выменить Си Цзиньпина на телефонные переговоры, а с другой стороны подорвать позицию Китая как миротворца. Вот если Китай миротворец, если он предлагает мирную модель и действительно искренне хочет мира, и китайский лидер посещает одну сторону участницу войны, то почему он не хочет посетить другую страну участницу войны? Ну, по логике процесса, если он независимый миротворец. А может быть, потому что сильно тотальный шквал критики пошел с украинской стороны этого мирного плана? Если он не посещает другую страну, то может быть, он не миротворец, может быть, он просто подыгрывает первой стороне в этой ситуации. Пока это так выглядит. Это попытка поставить Китай на растяжку, попытка подорвать китайский мирный план. Если нет диалога с Украиной, то какое-то миротворчество. Понимаете? То есть, это такая международная политтехнологическая контратака информационная. Попытка заставить Китай все же вести диалог с Украиной. Или потерять репутацию между переговорчиком. Я думаю, что Китай в этом не заинтересован. Есть какие-то другие нюансы, о которых мы, возможно, узнаем. Будем следить, но, в общем-то, вернемся к ситуации на фронте. Вашингтон-Пост пишет о том, что Украину сдерживают медленные поставки оружия Запада, а за промедление поставками приходится платить серьезными потерями. И в то же время есть такой военнослужащий Соединенных Штатов Америки высокопоставленный Дэн Райс. Да, по-моему, зовут он советник главнокомандующего вооруженными силами Украины Залужного. Он разразился интересным сенсационным заявлением. Он сказал, что готовится такое наступление, что потрясет практически всех. Я не понимаю, где правду делаешь. Тоже не знаю. Мне кажется, что мы не дождались большого наступления зимой, и российского, и украинского наступления. Мы можем долго очень ждать и наступления весной. Или вообще не дождаться его. Сегодня эти наступления играют прежде всего роль информационную. Попытка вдохновить свое общество, дать ему надежду, оказать давление на противника, запугать его. Ресурсы, поскольку война ни на день не прекращалась, ресурсы ежедневно тратятся, сумасшедшие ресурсы. Под Авдеевкой, Бахмутом, под Кременной, по многим другим направлениям. Нет спокойных линий фронта. Всюду как минимум обстрелы и действия ДРГ. Вы думаете, 5 или 15 тысяч снарядов в день куда тратятся? Не все же под Бахмутом. А за неделю сколько? За 10 дней? За месяц? Ресурсы очень тяжело сконцентрировать. Да, большая часть боеспособных частей Украины и России сегодня за линией фронта не на нуле. Они держатся в резерве. Потому что такое наступление или контрнаступление, такой фактор учитывается при военном планировании. Но дело в том, что каждая сторона понимает, что если бы она бросит сегодня в бой все свои ресурсы и проиграет, это может привести к обрушению фронта. Согласен. К завершению еще одной фазы войны. Не всей войны, но к завершению еще одной фазы войны. Помним, что случилось с Россией в Харькове. Как раз вот такой похожий процесс, когда силы были брошены на Донбасс и на удержание Херсонских выступов и случилось обрушение в Харькове. Поэтому к этим заявлениям надо спокойно относиться. Кроме того, это возможно еще и заявление того типа, что подождите, подождите, все нормально, подождите, не критикуйте. Нет смысла этих ваших писанинах о том... То есть какая-то информационная атака. Да, да, да. Потому что на самом деле, честно говоря, мне очень удивительно это слышать по той причине, что такие вещи, они как бы готовятся в тишине, чтобы это имело эффект Невозможно сегодня. Сейчас эти вещи, наоборот, топятся в шубе. Но не с таким же фарсом, мол, это подойдет весь мир. Вторая мировая война это пытались спрятать информацию, где-то просто умалчивая его. Сейчас ее просто топят в тонах дезинформации. Ее невозможно спрятать. Поэтому мы слышим этих наступлений бесконечно. А почему тогда об этом говорят какие-то наши западные партнеры, консультанты, советники, когда об этом не говорит сам заложник? Когда замминистра обороны сказал, что нельзя обсуждать планы военные, Ганна Малин же, сказал, что нельзя обсуждать военные планы. Почему они о этом продолжают говорить? Более того, я хочу сказать, что представители спецслужб, в том числе генерал Будана, время от времени, он всплывает в информационном поле. Я понимаю, что у него такая стратегия, какую-то цель он преследует, понятно. Но он системно говорит нам, что вот-вот ситуация изменится, скоро мы будем в Крыму, и скоро война практически пойдет на нет и так далее. И вот этот оптимизм, он настораживает? Четыре месяца на войне нет существенных изменений. То есть тупик? Кризис. Война переживает кризис. На войне нет существенных изменений. Мы не можем считать этими изменениями даже захват Солидара или окрестных сел. Но это даст возможность сделать передышку врагу. Как вы считаете? На кого работает время в этой ситуации? Это зависит, какое время вы считаете. Если вы мыслите категориями времени месяцами, то оно работает на Россию. Если вы мыслите годами, то не факт, скорее всего, оно работает на Запад. Производственные мощности наших западных партнеров больше априори. Индустриальная база Европы и США больше. Еще Китай, Южная Корея. Производственные индустриальные гиганты мировые, понимаете, больше. С точки зрения месяцев, возможно на Россию. Я тут не уверен. Возможно. Хотя я не знаю. Я не уверен. В зависимости, как считать. И это, снова же таки, зависит от уровня мобилизованности общества. Если одна страна, какая-нибудь Северная Корея, на максимальном уровне мобилизованности, она способна противостоять другим, на порядке, развитым странам более. Здесь зависит от скорости и мобилизованности общества. Ну, вот интересный момент, да, у нас... Я вам скажу еще один вопрос. Постоянно слышу этот миф, что нельзя вести переговоры, потому что это фиксирует за Россией оккупированная территория. С какой радости, с какого дуба возникает эта мысль? Неужели даже минские переговоры фиксировали за Россией какой-либо юридический статус оккупированных территорий? Неужели переговоры между США и СССР когда-либо фиксировали бы за Советским Союзом статус балтийских стран? США никогда не признавали их советский статус, оккупацию их Советским Союзом на тот момент. Но с какого дуба переговоры о другом? Ребята, более того, я уверен, что Россия сегодня, если бы начались реальные переговоры, Россия не согласится на окончание войны. Не согласится. Даже при сохранении де-факто за ней оккупированных территорий. Не де-юре. Де-юре они всегда будут украинскими. Не согласится, потому что это означает разгром России в их геополитическом противостоянии. Но мы возвращаемся к интервью Патрушева, секретаря Совета национальной безопасности. Он-то говорит совсем о другом. Он говорит, что в любом случае все работает на Россию. Ну, он же должен успокаивать свое общество. Он же должен успокаивать свое общество. Обратите внимание на цели, которые он там заявляет. Они не поменялись. Добавилось только признание оккупированных территорий российской частью. Смотрите, если бы Россия согласилась бы сейчас на мир, мы представим такую ситуацию, что-то случилось, она согласилась бы. Это означает, что Россия отказалась от своих геополитических амбиций. Европу она не получит больше. Кризиса безопасности не будет в Европе. Раз. Это означало бы, что Россия отказалась от оккупации всей Украины. Два. Очень сомнительный сценарий. Это означало бы, что все вот эти пригожные, стрелковые сразу же, на второй минуте мира, начнут поднимать флаги и кричать об зраде, о предательском, постыдном, бедском мире. Начали бы качать зраду внутри России. Три. Не надо упрощать эти процессы. Вы, кстати, вспомнили о Пригожине, я обратил внимание. Я о Пригожине, о том, что Вагнер, а не тот, что видел телефонные записи которого в интернете. Бог с ним, он бедняга там перепугался. Две трети моего окружения путают их, умных людей. Я уверен, что украинское общество вообще путает. Пригожин так и пригожин. Мы говорим о Пригожине, который есть куратором ЧВК Вагнера. Медийным лицом ЧВК Вагнера, потому что он и не финансист, и он и не командир ЧВК Вагнера, вы должны понимать. Он медийное лицо. Как вы это комментируете? Вот чем это объясняется? Вы же знаете, что на российских телеканалах пропагандисты активно говорят, ну, продвигают нарратив, что Россия воюет с НАТО, открыто и так далее, и так далее. Вот недавно он там делал какой-то видеоспот и подбивал какие-то там итоги. И он сказал для, я так понимаю, русского потребителя, что никакого НАТО нет. Есть украинские военнослужащие, то есть ВСУ. Соответственно, есть небольшое количество людей, которые приехали и берут, принимают участие в иностранном легионе, которые воюют. И говорит, что да, присутствует натовское вооружение. Это как-то противоречит нарративам. Чем это можно объяснить? Он просто таким образом атакует Министерство обороны России. То есть война между ними продолжается? Он говорит, что вот эти дуболомы с Министерства обороны не могут побить Украину. Если перевести. Там хороший бюджет, который мы вспоминали, за который, за этот бюджет сегодня, Министерство обороны российский, борются несколько структур. ФСБ, частные военные компании, разного рода добровольцы. Все говорят Шойгу, поделись. Поделись, иначе... То есть это, я так понимаю, финансово составлять. Это тоже наша в какой-то мере удача, потому что вот такого, такой рода конкуренции в Украине нет между силовиками. А в России она есть, и она настолько сильна, что она прорывается в публичную плоскость. Ну и еще один момент. Блумберг написал о том, что якобы Вагнер и его компания, которые сейчас воюют в Украине, собираются перебраться в Южную Африку или куда-то там, в африканскую какую-то страну, где принимать будет участие в военных операциях. Насколько я понимаю, это тоже прокомментировал тоже и Пригожин. Он сказал, что вполне допустимо. Если они готовы уйти, значит, наверное, не все так в порядке в Датском Королевстве, да? Да, и вот эта история с тем, с формированием в России новых частных военных компаний, то компания, которая формирует Аксиона, там другие частные военные компании, это может быть предысторией с попыткой убрать Пригожина, убрать Вагнер из этой линии фронта, потому что он стал слишком популярен, он стал политическим субъектом. Он угрожает митингами, он нагибает мэров городов и губернаторов. То есть Вагнер превратился внутри российской политической системы в что-то такое, типа, ну не знаю, нашего правого сектора времен 2014 года. То есть параллельную систему власти, которая может продавить любого чиновника, заставить что угодно сделать, которого боятся, сегодня их боятся больше, чем чеченцы. Раньше пугали российских детей чеченцами, ну и условный бизнес, там политические элиты, сегодня вагнеровцы. И поэтому вариант, ищут возможность, как убрать, ну не Пригожина, Пригожина легко убрать, а сам Вагнер. Вагнер уже серьезно присутствует в Африке, во многих странах, как минимум с четырех стран он выдавил Францию, этот процесс продолжается. И, ну скорее всего, один из вариантов его предусматривать, действительно перебазирование или перефокусирование работы этой компании в будущем на те рынки, для того, чтобы убрать этот бренд российской политической системы, где он составляет конкуренцию официальным властям, официальным силовикам. Но это означает, что на его место придется кто-то другой, какой-то другой бренд. Сама по себе российская армия сегодня и российское общество не готовы, оно тоже постмодернное общество, они не готовы нести те потери, которые несут частники. Ну вернемся к украинским событиям. Еще один вопрос, который я хотел, чтобы вы откомментировали. Так как я представляю медиасообщество, украинские военные корреспонденты записали коллективное обращение, в котором обвинили украинскую власть в делении журналистов на своих и чужих. То есть одним разрешают освещать в средине событий, на фронте, других просто не пускают. Вот что это происходит и каким образом это все контролируется? Причем там очень известные, сколько я помню, медиа. Там Радио Свобода, насколько я помню. Да, очень много. ТСН, 5 канал, ICTV, Интер и другие издания. Там много известных медиа. Их сложнее контролировать, кто не попал в этот список, да? Они формируют контент, который может быть не только проукраинским, но и антивластным в какие-то моменты. Может нести критику власти. Вот и все. То есть это... Или критику решений действий власти. Хорошо, но эти все СМИ, о которых мы говорим, они... Например, какого-нибудь купола, начну снова цитировать. Но я говорю о комбате, который давал... Это правильно во время войны, да, или нет? Я считаю, что военные не должны комментировать, только специально обученные люди должны комментировать вопросы публичные для медиа. Но это остается на совести военных. Я говорю относительно распределения на своих и чужих медиа, тем более люди, которые представляют украинские СМИ. И не простые СМИ, а достаточно... Должна быть нормальная военная цензура. И фу, какое слово я сказал. Почему? Это рационально. Я ненавижу цензуру. Я ее ненавижу, всю жизнь с ней боролся. Но в военное время, наверное, должна... В начале в военное время есть специальная военная цензура. Она должна быть публичной. Набор публичных абсолютно правил. Игры для всех. Что можно делать, что нельзя делать. Все. И, конечно, дискриминировать медиа, селектировать, как-то выбирать их отдельно, разделять их на две группы абсолютно неправильно. Просто должны быть одинаковые правила для игры. Для всех. И для... Мы Украина, условно говоря. Или для участников марафона. Или не для участников марафона. Раслана, а вам не кажется, что после окончания войны в медиапространстве будет та же история, что и сейчас, неопределенное количество лет? Так как власть... После окончания войны вот эти медиа обиженные будут загрызать власть. Будут ставить очень многие вопросы неудобные, которые сейчас все мы не ставим. Так вот, чтобы этого не было, я думаю, что рука власти, она будет лишь только сжиматься. Это мое такое видение. Власть попытается, но для того, чтобы рука власти сжималась, кисть власти сжималась, у нее должна быть рука, плечо и другие части тела. Должна быть социальная поддержка. А украинское общество против цензуры. Против такого дискредитирования. И поэтому власть... Эта рука постоянно сжимается, но ей не хватает силы дожать. Ну почему? Я думаю, что, наверное, все-таки какой-то степень они дожимают. До начала войны. Одну секунду. До начала войны они как бы позакрывали там определенные каналы с легкой руки. С началом войны. Да, с началом войны. И далее, хочу сказать, приняли закон о медиа, который вообще был раскритикован. Более того, американское сообщество, которое занимается медиа в Европе, в том числе отслеживало события в Украине, выступило с осуждением информационной политики в Украине, с тотальным давлением на медиа, об отсутствии альтернативы. То есть я могу эту тему продолжать. И к чему это привело в конечном итоге? К тому, что телеграм-каналы читают больше, чем смотрят телемарафон. Ну просто все ушло в другой вопрос. Оказывается, что телеграм-каналы читают сегодня в два раза больше, чем смотрят телемарафон. Государство потеряло инструмент воздействия нормального на общество. К чему это привело? Вместо прозрачных игр правил для всех, там условно говоря, от 112 до эспрессо, для всех правил. Вот здесь правила их соблюдайте, иначе конец. Война идет. Вы уничтожили инструмент управления медиа, общественным сознанием. Теперь общественное сознание черпается из телеграм-каналов, добрая часть которых, откровенно, пророссийские, откровенно, российские каналы. И что вы достигли? Я напомню, возможно, вы видели интервью Янина Соколовой, такой журналистки. Ну я не говорю, там, о ее заангажованности с министром культуры информационной политики Ткаченко. Она ему напрямую задала вопрос, вы правда, что вы контролируете и влияете на единый марафон через свой смартфон? Это можно увидеть в интернете. Он там пытался как-то от этого открутиться. Она сказала, что те люди, которые работают в этой системе, являются ее друзьями, они этого не скрывают. Ну мне тоже то же самое говорят, что именно Ткаченко определяет набор лиц. Но это же ненормально в демократическом государстве или государстве, к которому мы стремимся. В марафоне нормально, но определяет, это государственная политика, но дайте работать всем остальным нормально. В нормальных, одинаковых условиях. Пускай воевают пятые, там, не знаю, эспрессо, другие каналы пускай работают. Прямой. Вырубили в первые дни войны их с цифрового вещания. А я думаю, что кроме того, что у нас война, это ключевая серьезная проблема, наносу еще избирательная компания. Вы же посмотрите, сколько опросов, сколько социологии выросли. Наносу огромные деньги. На эти направления выделяются огромные государственные деньги. И мне кажется, что некоторым менеджерам этого процесса уже абсолютно одинаково. Эффективно работает, неэффективно смотрит это УТ-1 или не смотрит это УТ-1. Бюджет. Бюджетный год. То есть все примитивно просто. Ну, как всегда. Руслан, большое вам спасибо за ваши ответы, за ваши мысли. Спасибо вам, уважаемые зрители, что были с нами. Это был канал Дикий Лайв. Пожалуйста, подписывайтесь на него. Гость мой сегодня был известный украинский политолог Руслан Бортник. Меня зовут Виталий Дикий. Не теряйте оптимизм и увидимся. Спасибо. До свидания. Спасибо и до встречи. Продолжение следует...